В начале встречи о том, что сделано за последние годы, отчитался председатель общественной организации Адыге Хосе Маджид Чачух. Из основных достижений – успешное участие в Олимпиаде. За время проведения главного спортивного события 2014 года в Доме Адыга побывали более 60 тысяч человек. Они познакомились с бытом и этнокультурой горцев. Многое сделано в рамках краевой программы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие культур», отметили собравшиеся. Ремонтируются сельские клубы, строятся новые школы, оказывается значительная поддержка ансамблю «Шапсугия» и многое другое. Власти уделяют значительное внимание развитию инфраструктуры в горных аулах, решаются вопросы электро- и газоснабжения. В Краснодарском крае проживает более 30 тысяч адыгов, которые вносят заметный вклад в экономику региона, активно работают во всех сферах жизни нашего края. Краснодарский край имеет в Российской Федерации четвертую по емкости экономику. И, конечно, в этой экономике присутствует и значительный вклад адыгов, в том числе и присутствующих здесь. Первый заместитель главы города Сочи Виктор Филонов отметил, что в решении важных городских вопросов руководство всегда считается с мнением старейшин. Вы строили город, вы поднимали его экономику, вы создавали тот фундамент, на котором город сейчас развивается. Это все сделано вашими руками. За активную гражданскую позицию и значительный вклад в развитие города, региона, 12-ти старейшинам вручили знаки признания и почет. Среди получивших медаль заслуженные работники образования, культуры, общественные деятели и предприниматели. Среди тех, кто отмечен почетной медалью, Мордин Тешев. Несмотря на почетный возраст, мужчина и сегодня живет активной общественной жизнью. Он обратил внимание старейшин на необходимость возрождения сельского хозяйства. Собравшиеся решили направить делегатов в краевую столицу для подробного обсуждения этого вопроса. Заслуженный учитель Российской Федерации, основатель лицея номер 95 в городе Сочи Аюб Газисович Джаримов пришел, чтобы обсудить главный вопрос – образование и воспитание подрастающего поколения. Если речь идет, допустим, о консолидации общества, о том, чтобы оно мы единым фруктом, то тут все должно быть примером для ребенка. И это длительный процесс, который базируется на таких институтах мощных, как порядочная государственность, справедливость и так далее. Без этого невозможно внушить ребенку, что он должен быть лучше, чем все, что его окружает. Следовательно, вот эти институты, они должны четко работать. Мы потеряли в России за последние 20 лет колоссальный пласт этих нравственных уровней, которые нужно восстанавливать. И мне кажется, что начинать нужно в первую очередь из себя. Общественная организация ДГХС организовала этот съезд старейшин причерноморских адыгов черкесов, чтобы создать общий совет старейшин адыгов города Сочи и Топсинского района. В связи с принятием нового устава АДГХС определить роль старших просто необходимо, отмечает председатель. В него войдут по несколько представителей из каждого населенного пункта. Совет старейшин причерноморских адыгов черкесов является высшим совещательным органом, работающим на общественных началах, анализирует и дает оценку состоянию дел по важнейшим вопросам сохранения этнической самобытности, культурного и социального развития причерноморских адыгов черкесов. Далее, выступает арбитром в досудебном разрешении споров и конфликтных ситуаций. Участники съезда решили в течение месяца определить состав Объединенного совета старейшин города Сочи и Топсинского района и назначить председателя. После этого совет начнет активную общественную работу.